Всем привет! С вами Олег и Валя. Друзья, напоминаем, мы сейчас находимся в Затоке. Это курорт Одесской области. Мы здесь уже отдыхаем несколько дней. Сегодня реально-реально начался курортный сезон, потому что сегодня большое количество людей. Вчера, позавчера на днях людей было мало. Сегодня реальная жара. Мы сейчас вам хотим показать, сколько людей отдыхает, какая температура воды, какая температура воздуха, что здесь вообще происходит в данный момент в центральной части Затоки. Сейчас вам все-все покажем. Ну что, поехали! Так, сейчас мы пройдемся с вами по пляжику, пощупаем водичку, позже померяем ее температуру и посмотрим, сколько же сейчас Затоки отдыхающих. И как видим уже на дальнем плане, шезлонги стоят, наверное, уже ряда в три-четыре. Они, конечно же, не все заняты, но практически турист заполонил пляжи Затоки. Ой, ну и как видим, стандартная ситуация, наверное, еще с моего детства. Это фото на фоне моря с пальмой, змеей или попугаем. Ну вот интересно, сколько сейчас стоит фотка. А сколько фото стоит? 100 гривен. Фото стоит 100 гривен, ребята. Это чуть меньше 4 долларов. Но, как видим, желающие есть. Ну, а мы снимаем не об этом, а о количестве туристов. Очень многие загорают просто на полотенечке, не беря шезлонг в аренду. А аренда шезлонгом в этом сезоне стартует от 50 гривен за шезлонг. Зонтик от 30 гривен, смотря какого он размера. Можно арендовать вот такие вот шатры, как видим на заднем плане. Аренда такого шатра 300 гривен за целый день. А если взять просто большую-большую кровать с матрасом, то аренда будет 150 гривен. Как видим, купается немного народа, большинство загорает. Но я, честно говоря, не знаю почему. Потому что водичка очень-очень теплая. Вот прям градусов 25 она точно есть. Но мы сейчас ее обязательно померяем. Я думаю, что она даже будет больше 25. Практически все отели, все базы уже работают. Не работают только, знаете, вот если вам видно, разные кафешки, фастфуды. Они работают, но почему-то не все. Вся первая линия уже занята. Хотя еще только утро. И мы до сих пор не встретили ни одного продавца кукурузы. И это странно. Потому что буквально 5 минут назад продавали и кукурузу, и креветки, и рыбу, и чипсы домашние. В общем, любой перекус на пляже можно приобрести. Так, здесь видим людей еще и еще больше. Отдыхающие продолжают приезжать в Затоку. О, добрый день. Добрый. Мы вообще не верили, что я живу. Когда приехали за Торту. Спасибо большое. А вы откуда? Мы в Смельницк. Вас снять можно, нет? Что? Снять вас можно, нет? Точно. Здравствуйте. Вы в Смельницк? А в каком отеле остановились? Мы так. Сейчас нам? А сколько заплатили? Трест. Триста? За номер? Да. С удобствами без? С удобствами без. Ой, ну это отличная цена. Это какая линия? Трест. Вторая. Спасибо вам, хорошего отдыха. Так, спасибо. Так что вот, вы слышали цены. Можно найти на любой кошелек. Мы это всегда озвучиваем. И за триста гривен, и за три тысячи гривен. И вот первый продавец у нас. Креветка, рыбка, чипсы. Я уже заранее узнала стоимость. Кукурузка стоит сорок гривен. Ладно, и у рыбокреветки. И пахлава. И пахлава сорок-сорок пять гривен. Ну что, думаю, нет смысла идти дальше, так как эти пляжи-затоки просто не заканчиваются. Я так могу, наверное, идти несколько часов. И везде всегда будут люди. А потому что сегодня один из первых таких самых-самых жарких денёчков. Ну и давайте покажу вам море. Повторюсь, купающихся немного, но загорающих, посмотрите, за моей спиной. Просто практически уже не осталось места, где полежать на пляже. Ну, это я, конечно, немножко преувеличиваю, потому что пляжи-затоки есть очень широкие. И места здесь хватит для всех. Температура на солнце у нас двадцать восемь и шесть. И сейчас померяем водички. Понесли нашего краба купаться. Пойдёмте. Итак, какая у нас температура? Температура водички. Не сильно радует, ребята. Двадцать три градуса. Двадцать два и восемь было. Ну ты знаешь... Да ладно, по ощущениям все двадцать пять. Двадцать два и восемь. Двадцать два и восемь. И ребята, вы всегда говорите, меряйте температуру на глубине. Ну я не знаю, как на глубине меряйте грузок какой-то привязывать. Но делайте выводы. Если возле берега, допустим, двадцать три температура, то там явно прохладнее. Ну в любом случае. Правильно? Да, да, да. Но сразу по ощущениям вода не кажется такой прохладной, потому что... По ощущениям двадцать пять. Да, по ощущениям вода не кажется такой прохладной. Вот, ну, естественно, она не как парное молоко, потому что я... Не забывайте, это Черное море. Здесь может быть день двадцать пять, двадцать шесть градусов вода. На следующий день какое-то течение пойдет не так, и вода может такая быть, что вы просто можете даже не выйти. Такое тоже бывает на Черном море, понимаете? Ну вот, я поэтому и удивлялась. Потому что купающих меньше, чем загорающих. Да, да, да. Ну, покажи, как сегодня остановка. Ну, водичка на самом деле не мутная. Ну, это Черное море, и оно полностью прозрачным, наверное, никогда не бывает. Ну, могу сказать одно, что часто нас тоже спрашивают, вода в затоке цветет или нет. Ребята, пока мы здесь вода более-менее нормальная. Посмотрите, это нормальная вот для Черного моря. Это считается, наверное, отлично. Так что, может, едьте спокойно, купайтесь, наслаждайтесь. Шторма нет. И отдыхайте. Так, что с ценами у нас на развлечения? Узнали мы цену на Бэтмена. Он сейчас как раз вон в море. И, ребята, цена 250 гривен с человека за 5 минут. Да. То есть вдвоем прокатиться вам обойдется в 500 гривен. На драконе сейчас узнаем. Ходил банан или там он еще какой-то голубой дракон. Стоимость 100 гривен с человека. Катают реально по 5-10 минут, не больше. Если вы такая вот, как это поправьте меня, не таблетка. Только что мне объясняли, я, честно говоря, забыла. Если вы вдвоем, то это 500 гривен заплатите. Здесь 3 места. Если втроем, то 600. То есть по 200. Катают 5 минут, повторюсь. В общем, ребята, и это еще не самый разгар сезона. Так что, думаю, цены будут расти. Даже шезлонги сказали сразу. Скоро будут уже от 60 гривен с матрасами 80 гривен. И даже и по 100 с зонтиком. Так что, пока что такие цены. Приезжайте в Затоку сейчас. А вот уже откатались ребята на Бэтмене. И издалека реально я видела, как они взлетали. Наверное, метром на, не знаю, на 3-4 на этом Бэтмене. Ну, не знаю, я бы не рискнула. А вы, конечно, думайте. Если вам такое нравится, то почему нет? И вон уже причаливает голубой какой-то вон дракончик. Итак, друзья, мы вам показали самую актуальную информацию из Затоки. Показали вам температуру воздуха, воды. Отвучили цены на разные развлекаловки, на перекусы. В принципе, то, что интересует наших отдыхающих на курорте Затока. Наверное, не только на курорте Затока. Да, так что, пишите ваши комментарии. Какие у вас цены? Где вы отдыхаете? Какая у вас там сейчас погода? Все продавцы нам, в принципе, говорили, что ценники остались почти такие же, как в прошлом году. В принципе, аренда шезлонгов тоже самая. Ну, большинство цен осталось те же. Это я согласен. Так что, если вам интересно с нами, подписывайтесь, кто еще не подписан на наш канал. Друзья, мы ждем от вас грозных лайков. И с вами были Олег и Валя. И всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok